В этом году наша область принимает участие в реализации 46 региональных проектов. Это на два больше, чем в 2021. К ранее известным добавились проекты «Молодежь России», нацпроекты образования и модернизации первичного звена здравоохранения, утвержденные на федеральном уровне. По данным правительства области, за три года благодаря реализации национальных проектов в развитии Орловской области направлено дополнительно свыше 15 миллиардов рублей. О том, куда будут направлены эти деньги, будем говорить сегодня. Это область решений в студии Ростислав Билок. Здравствуйте. По нацпроекту «Демография» в Орле построены в регионе детсады для самых маленьких – «Ясли». Совсем скоро они примут 160 малышей в возрасте от года до трех лет. Без проблем, конечно, не обошлось. Открытие детского сада номер 98, что на улице Планерной, опоздало более чем на полгода. По первоначальному плану дошкольные учреждения должны были сдать еще в июле 2021. Первый подрядчик компании из Курска сорвала все сроки и была отправлена в черный список недобросовестных поставщиков. Как итог, штрафные санкции за срыв контракта – 855 тысяч рублей. Достраивать объект поручили Орловскому подрядчику компании «Авилон». Та благополучно справилась. Площадь здания – почти 1100 квадратных метров. Детский сад. Каждая группа на 20 детей рассчитана. Групповое помещение, согласно квадратным метрам, идет 2,5 квадратных метра на ребенка. Особенность ясельной группы в том, что у нас оборудован теплый пол, потому что дети больше часть времени находятся на полу, играют, ползают и общаются друг с другом. Мебель, игрушки и оборудование ждут встречи с малышами. Их будет 80 от полутора до трех лет. Долгое время занималась своими детьми, поэтому прямо вот очень хочется уже работать с детками. Нравится, уютно очень. Спальня у нас яркая, постельные принадлежности, коврики для каждой кроватки. Будущее место притяжения всего детского сада – универсальный зал. Здесь будут проходить занятия музыкой и физкультурой. У нас есть проектор, мультимедийные, интерактивные доски. Также у нас есть телевизор. Это детский зал, универсальный зал. Он также будет использоваться и для занятия физической культурой. Техническая часть детского сада тоже готова. В пищеблоке установили профессиональное оборудование. Мясорыбный цех, холодный цех. Цех у нас в складских помещений. Яичный цех есть отдельный. Это очень удобно, очень хорошо. С левой стороны от нас находится пароконвектомат. Автоматически полностью можно жарить, печь, запекать, выпекать, делать выпечку. Это прекрасный водяной котел. Дети будут всегда обеспечены водичкой кипяченой, то бишь прошедшей термообработку. Также у нас, значит, то же самое кипятильник. Есть на 50 литров, который выдают в час у нас. Это проточный кипятильник. Соответственно, к универсальному приводу у нас подключается все оборудование мясорубки, тестомесильная машина, всякие насадки терочные. Полностью оборудована, полностью пищеблок новым оборудованием. Новое оборудование – это всегда прекрасная производительность труда в первую очередь. Яркие краски, светло и просторно, в каждой группе своя цветовая гамма. Для малышей это будет второй дом, так говорят педагоги о новом дошкольном учреждении, что на улице Кузнецова. Это тоже ясли и их тоже построила Орловская компания «Авилон». Нам здесь тепло и комфортно. Я думаю, что деткам будет так же тепло, комфортно, уютно. И родители будут уверены, что они доверили своих детей профессионалам. У нас 60 человек – это детей от года до двух лет. И 20 человек – детей с двух до трех. Да, желающие еще есть. Постоянно по телефону идут запросы на места в детский сад. Но я думаю, в следующем году мы увеличим количество детей и количество мест. В рамках национального проекта образования отремонтированы 11 спортивных залов на территории 8 районов области. Созданы 47 новых центров «Точка роста» естественно-научной и технологической направленности. По этой программе новое оборудование поступило в Покровскую школу. «Получили оборудование на три кабинета. На кабинет физики, химии, биологии. В рамках центра у детей появились новые расширенные возможности в изучении механики, мехатроники, биологии. Например, по биологии мы получили коллекции гербария, растения, влажные препараты. Для кабинета физики мы получили новое оборудование для изучения механики, мехатроники. Дети проводят здесь с учителем лабораторную работу, изучают материал уже на новом уровне с применением нового оборудования». В 2021 году в Орле на Зеленино началось строительство одной из самых больших школ, рассчитанной на 1225 учеников. Ее площадь 27 тысяч квадратных метров. Два корпуса для начального и старшего звеньев. В каждом из них запланирован свой спортивный зал. На пришкольной территории оборудуют футбольные, баскетбольные и волейбольные поля, а также беговые дорожки. Эта школа очень нужна растущему микрорайону Зареченске и будем надеяться, что подрядчикам ничего не помешает сдать объект в срок. Еще об одном нацпроекте культуры мы будем говорить во второй части программы. А сейчас обзор событий. Свыше 100 миллионов рублей затрачено на модернизацию железнодорожных переездов в минувшем году. В рамках реализации комплексного плана обеспечения безопасности движения, разработанного МЖД и правительством Орловской области, обновлено почти 20 объектов. И работа эта будет продолжена, сообщает в правительстве нашего региона. Масложировой завод компании «Мираторг», расположенный в Крамском районе, попал на восьмую строчку рейтинга крупнейших предприятий страны. Помимо Орловского, туда вошли и предприятия, заработавшие в стране в прошлом году. Напомним, завод был открыт в сентябре 2021 года в селе Вожово Крамского района. Сейчас на предприятии трудятся порядка 70 человек. Его мощность – 420 тысяч тонн продукции в год. На заводе производится глубокая переработка сырья. Это позволяет выпускать с конвейера экологически чистые компоненты для изготовления кормов, таких как рапсовый, соевый и подсолнечный широт. Необходимо жестко контролировать подрядные организации, не допуская отставания от графиков. Все контракты на ремонт дворов и общественных территорий должны быть заключены до 1 апреля, сказал губернатор на заседании правительства. Более 100 дворовых и 49 общественных территорий планируется отремонтировать в нашем регионе в этом году. До середины марта предстоит определить подрядчиков, которые будут реализовать программы трех победителей всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В этом году в рамках проекта «Культура» запланирован ремонт трех сельских домов культуры, двух детских школ искусств и двух муниципальных музеев. Одной модельной библиотекой станет больше, она откроется в Орле. Почему библиотеки нового типа привлекают читателей? Эту и другие темы мы обсудили с директором централизованной библиотечной системы Орла Ириной Гладковой. Здравствуйте, Ирина Анатольевна. Здравствуйте. Более года назад Пушкинская библиотека сменила статус «Став модельный». Собственно, с чего все начиналось и к чему пришли? Да, мы уже второй год в новом статусе, в новом здании, в новом доме. Давайте адрес напомним нашим телезрителям. Адрес Комсомольская 65. Вот уже больше года мы работаем по этому адресу. Это результат работы национального проекта «Культура». Как все начиналось? Начиналось все с написания концепции. Когда в рамках национального проекта был объявлен конкурс по созданию модельных библиотек, мы решили поучаствовать. Многие помнят старую Пушкинку, которая находилась в рядах, не очень в привлядном, так скажем, помещении. Ну, а переезжать нам нужно было. Мы решили поучаствовать, и нам повезло. Наша концепция одержала победу в конкурсе. Нам было выделено 10 миллионов федеральных средств. Мы смогли обновить и аппаратуру, и сделать ремонт в новом выделенном помещении. Мы очень благодарны, кстати, городским властям, которые нашли нам муниципальное помещение для перевода библиотеки в наш новый дом. А все ли желаемое удалось осуществить? Какова площадь и какие помещения у нас используются? Площадь значительно у нас увеличилась. Если у нас было 500 метров, то теперь у нас более 800. У нас есть большой подвал, где мы разместили наши основные фонды, ведь Пушкинке более 120 лет, и, конечно, фонды были старинные. У нас есть редкие книги. В общем-то, нам все это удалось сохранить, перевести. Конечно, мы отобрали лучшие книги, провели вот здесь реконструкцию. Все новые книги мы разместили, весь фонд новый, который куплен за федеральные деньги, это более 5 тысяч, около 6 тысяч новых экземпляров, мы разместили на первом этаже. И, в общем-то, площадь практически в два раза у нас увеличилась. Я думаю, что в основном все задуманное мы осуществили. Но так как это национальный проект, и, в общем-то, федеральный проектный офис очень строго контролирует выполнение и дизайн-концепции, и концепции зонирования, поэтому мы отступать не могли. Дизайн-концепция уже была заявлена. Поэтому, в общем-то, мы воплотили в жизнь то, что хотели. Мы говорим «модельная библиотека». Мы все чаще слышим это выражение. Модельная библиотека – это что? О, другими словами, простыми словами. Очень часто мне задают этот вопрос. Модельная библиотека – существует модельный стандарт деятельности публичной библиотеки, утвержденный Российской библиотечной ассоциацией. В этом документе прописано то, какой должна быть современная библиотека, каким требованиям она должна отвечать, какая скорость интернета должна быть, какое оборудование должно быть. То есть вот этот минимум, который должен быть в любой библиотеке нового поколения. Вот отсюда и пошло это название. Вообще, модельная библиотека – это название не только в рамках нацпроекта, оно было до этого. Те библиотеки, которые сейчас открываются, которые стали победителями конкурса по созданию модельных библиотек, это уже модельные библиотеки нового поколения. Это немножечко уже другое. Это тоже библиотеки, безусловно, отвечающие требованиям модельного стандарта деятельности библиотеки. Но библиотеки уже более, так скажем, 21 века. Потому что те модельные библиотеки были библиотеками 20-го. Мы уже вступили в новый век с новыми потребностями наших жителей, наших пользователей, с новыми услугами. То есть мы уже библиотека будущего. А что говорят читатели, постоянные читатели? Насколько они радуются тому, что любимая библиотека изменила формат, обзавелась новой мебелью, новыми экземплярами книг? Меняя наш адрес, мы очень боялись, что мы потеряем наших читателей, для которых библиотека привычно находилась в том, можно сказать, историческом месте, в торговых рядах 64-го года. И были такие опасения, что мы не наберем новых наших посетителей. Но на самом деле за нами пришли наши старые, потому что библиотека, в общем-то, любимая среди жителей города. И пришло очень много новых читателей. Мы стали обслуживать детей. Мы раньше не обслуживали детей до 14 лет. Теперь у нас очень много детских абонементов открыто. И, в общем-то, конечно, количество читателей увеличилось, и все очень довольны. Мы смотрим, такая вот нестандартная мебель, такое оформление, все так ярко, красочно. Всем это как раз и нравится. Нравится новая мебель, нравятся просторные светлые помещения, нравится то, что мы перешли на автоматизированную книговыдачу. Вот станция самостоятельного обслуживания, вы видели ее у входа. Она очень доступна, проста в обращении, и даже для наших золотого возраста читателей тоже стала любимой. Очень они сами совершенно, даже без помощи библиотекаря, очень легко ею пользуются. То есть большинство, конечно, довольны. Всем нравится пока что по отзывам. А в Орле на сегодняшний день две модельные библиотеки. Бывшая Пушкинская и библиотека в Северном районе, насколько я знаю. Да. Она поменяла у нас название, по адресу осталась по тому же. Была это Юношеская библиотека, теперь это Молодежная библиотека, 25-й квартал. Вот такое интересное у нее название. Она тоже входит в нашу централизованную библиотечную систему. И еще одну в этом году мы будем открывать уже в наступившем 22-м. Это будет Центральная детская библиотека имени Крылова. Она тоже будет модернизирована, тоже будет по принципу модельного стандарта. Она будет такая же? Или все-таки оборудование будет? Нет, все библиотеки разные. В принципе, оборудование, конечно, обновленное. Норфит технологии все мы переходим. То есть каждая книжка промаркирована. На автоматизированную книговую дачу мы все переходим. Но у каждой библиотеки своя концепция. Если в Пушкинке у нас был принцип «Орловский библиопорт», тут мы сыграли на аналогии с аэропортом, но помещение нас натолкнуло на такую идею. Тут мы использовали «Орловский спис», потому что должна была Орловщина как-то прозвучать, и чем-то концепция должна отличаться и иметь свою изюминку. То, например, в юношеской молодежной библиотеке, 25-й квартал, мы пошли от того, что библиотека находится в спальном районе города. И квартал – это часть городского пространства. И зоны, вот вновь открытые библиотеки, также повторяют квартал города. То есть там есть молодежный Бродвей, тихая зона типа какого-то скверика, например. Библиокафе, оно, кстати, было в той библиотеке, оно продолжает функционировать. То есть немножечко другая концепция. В Крыловке будет другая концепция. Теперь библиотека – это еще и место, где можно проводить круглые столы, какие-то квесты, игры, дискуссии и так далее. Понятно, что сейчас в пандемии времена ограниченно проводятся эти мероприятия, но все-таки такие условия и возможности есть. Да, возможности есть. Мы вообще-то проводили это всегда. Любая библиотека всегда была открыта для любых мероприятий. Мы со многими сотрудничаем, и круглые столы, и дискуссионные площадки. Но, конечно, пандемия нас тут подвела немножечко. Сейчас потихоньку эти ограничительные мероприятия снимают. Мы видим немножечко послабление, поэтому мы начинаем работу уже не в таком режиме, как хотелось бы. Но, в общем-то, много мероприятий у нас запланировано. И прежде всего вот таких дискуссионных, открытых площадок. Потому что у нас очень много молодежи, они очень полюбили нашу библиотеку. По выходным здесь встречаются и клубы настольных игр, и сидят тут уже после закрытия библиотеки. Бывает такое, да. В общем-то, библиотека не только место, где можно почитать, но и место, где просто провести время, встретиться с друзьями, пообщаться. Ведь, в общем-то, в нашем городе, наверное, не так много мест, где, ну, кроме, наверное, клубов, да, где может молодежь вот так пообщаться, посидеть, встретиться друг с другом. Ирина Анатольевна, и все-таки людям, которые еще не были в обновленной, в модельной библиотеке, почему стоит прийти, посмотреть и остаться, может быть, постоянными читателями? Ну, что они останутся, я даже не сомневаюсь, если они придут к нам в библиотеку. Почему прийти? Ну, театр начинается с вешалки. И библиотека начинается, я думаю, тоже с абонемента, с библиотекаря, который встречает, с новых книг. Стоит и за этим тоже прийти, потому что библиотека – это, конечно, прежде всего книга. Как мы ни говорим, да, читать, конечно, стали меньше, но все равно, когда у нас новые поступления, сразу мы видим приток посетителей. Потому что люди читающие, они следят за новинками, они приходят в библиотеку, они становятся постоянными читателями. А модельная библиотека здесь приоритет, потому что на федеральные средства мы тоже пополняем наши фонды. Это тоже важно. Прийти за новыми мероприятиями, которые в другом уже, так скажем, ключе, на другом уровне проходят, с использованием нового оборудования. Ну, даже и просто посидеть вот в таком стеллаже-иллюминаторе, тоже, я думаю, приятно. С книгой, с журналом, или просто даже со своим гаджетом. У нас Wi-Fi по всей библиотеке, поэтому это тоже не проблема. У нас есть такие посетители. У нас один мальчик заснул даже. Да вы что-то. Ваша задача – максимум. Что бы вам хотелось, как руководителя, централизованной библиотечной системы города Орла? Ну, конечно, мне хотелось бы по максимуму, пока существует национальный проект и такая возможность у библиотек, спасибо и федеральной власти, и нашим местным региональным и городским властям, которые нас поддерживают и переживают очень сильно, когда мы подаем заявки на конкурс, одерживать победу ежегодно. И чтобы, ну, конечно, не все. Все в 17 мы не сможем обхватить библиотеки, но по максимуму хотя бы крупные библиотеки были бы модельными, потому что это очень большая поддержка, очень большое подспорье. Это движение вперед, а без этого движения развиваться библиотека не сможет, без пополнения фондов, без обновления оборудования, без ремонтов. Это меняет сознание и библиотекарей, это меняет сознание читателей. То есть посетители уже приходят с другим настроением. Я знаю, что работники идут с другими, тоже с другим настроением на работу, нежели они шли в торговые ряды, например. То есть я надеюсь, что пока существует вот этот конкурс по созданию модельных библиотек, то мы будем стараться, чтобы наши проекты выигрывали. Спасибо вам большое за беседу, удачи и успехов вам во всех начинаниях. Спасибо. Спасибо за добрые слова. И к федеральным новостям. С нового года ушел в прошлое бумажный листок нетрудоспособности, а электронный больничный станет обязательным. Врач будет подписывать его электронной подписью и размещать в информационной системе Фонда социального страхования, предоставляя пациенту выписку с номером цифрового бюллетеня. С начала 2022 года уже не нужно будет сообщать на работу об уходе на больничный. Информация об этом из поликлиники поступит в Фонд социального страхования, который сам проинформирует работодателя и при необходимости запросит недостающие данные для назначения пособия. Например, сумму заработка и стаж, сообщает новостное интернет-издание Лента.ру. А на этом у нас все новости. В студии был Ростислав Билок. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин